Студенческий городок. Здесь базируются все ведущие вузы региона. Ребята учатся как на бюджетной основе, так и на коммерческой. Давайте спросим у них. Здравствуйте. Как вас зовут? Мадина. Мадина, вы учите на бюджете или на коммерции? Коммерции. Сколько платите за обучение? Какая это специальность? Юриспруденция. За обучение со скидкой плачу 38 тысяч, без скидки 50 тысяч. На бюджетной? Вы на бюджете или на коммерции учите? На коммерции. Сколько платите за обучение? Какая специальность? Ой, я точно не могу сказать. А специальность? Туризм. А точно не можете сказать, потому что родители платят? Да. Сколько платите за обучение? Около 80. Какая специальность? Педагогическое образование. Вы знаете о том, что вы можете вернуть часть денег? Нет. Ни разу не слышали об этом, не возвращали? Я плачу 72 тысячи. У меня была скидка за высокие баллы. Педагогическое образование и историю общества знания. Скажите, пожалуйста, часть затрат возвращали? Обращались налоговые? Нет еще. Стоимость обучения в астраханских вузах варьируется от 70 до 170 тысяч рублей. Так, в этом году родители первокурсников-бакалавров в направлении химия заплатили чуть больше 102 тысяч рублей. Столько же стоит направление биология, почвоведение, информационные системы и технологии, а также психология. Студент специальности юриспруденция платит за обучение почти 90 тысяч рублей. Одним из самых дорогих остается дизайн – 156 тысяч рублей. Государственное и муниципальное управление стоит почти 90 тысяч. Самым недорогим по стоимости также остается направление социологии. Итак, судя по нашему опросу, большинство учатся на коммерческой основе. Государство позволяет им компенсировать часть растрат. Итак, у меня в руках калькулятор. Давайте посмотрим, сколько я получу, если плачу за обучение – 120 тысяч рублей в год. Итак, эту сумму делим на 100 и умножаем на 13. Сумма компенсации – 15 600 рублей. Для того, чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, студенту необходимо прийти в налоговую и заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ. Далее делаем копию договора, где должны быть указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности. Указана стоимость обучения. Также понадобится справка из учебного заведения о форме обучения. Чеки подтвердят фактические расходы налогоплательщика на обучение. Важно принести с собой не только копии документов, подтверждающих право на вычет, но и оригиналы для проверки налоговым инспектором. Если вы не знаете, как себя вести в той или иной ситуации, обращайтесь к нам в редакцию Центра новостей по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Астрахань-24 ответит на ваш вопрос. А вот она Урумбаева, Игорь Нефиденко, Центр новостей. Продолжение следует...